Наша русская делает что-то на авось в надежде на случайную удачу, зачастую приводит к курьезным ситуациям. Мы часто попадаем в затруднительные положения, лихорадочно ищем пути выхода, а выход один – просто знать свои законы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данную ситуацию комментирует Я хочу рассказать о том, что должен знать покупатель, приобретая рыбные консервы в магазинах города. Во-первых, банка должна быть чистой, на ней должна быть этикетка. Во-вторых, на банке не должно быть следов ржавчины. Банка не должна быть вздутой или мятой, потому что вздутая банка – это химический бомбаж, условия хранения может быть несоблюдены или изготовления, а мятая банка – это механический бомбаж. То и другое влечет за собой отравление. Так, обязательно на банке должен быть три маркировки на крышке. Первая маркировка – это дата изготовления – день, месяц и год. Вторая строчка – это завод-изготовитель, снина, который эту банку изготовил. И третья маркировка – это консервы рыбные. На этикетке должно быть название консервов, срок хранения, завод-изготовитель, гос. или ТУ. Если покупатель приобрел некачественную продукцию, которая обнаружилась после вскрытия, при возвращении в магазин просим иметь при себе кассовый чек. Потому что поставщики у нас одни и те же практически, и чтобы вы вернули банку в некачественный магазин там, где ее приобрели. Обмен будет произведен только при наличии чека. При покупке консервов прошу обращать внимание на все вышеперечисленные мною признаки. Продолжение следует...